Первый в истории матч по пляжному хоккею провели в Сочи. В соревнованиях, которые теперь точно попадут в Книгу рекордов России, приняли участие известные журналисты и лучшие спортсмены-любители со всей страны. Им не помех ни жаркой погоды, ни экипировка, которая весит около 10 килограммов. Правда, этот хоккей все же отличается от того, к которому мы привыкли. Чем именно узнал Антон Верницкий. Все мы знаем, что в пляжный футбол играют не на газоне, а на песке. И в пляжный волейбол тоже на песке, а не на паркете. А вот с пляжным хоккеем сложнее. Песок к пляжному хоккею, уж тем более галька. Помеха! Пляж в 50 метрах от моря, на улице плюс 25. Именно поэтому коньки пришлось переделывать. Ролики, приклепанные к ботинкам вместо лезвия, да и льда на самом деле нет. Специальное пластиковое покрытие. А в остальном все по-настоящему. Хоккейная амуниция, вплоть до перчаток. В такую жару. То есть специальный перевес сейчас не наш, чтобы кататься? Нет, нет. Привыкнуть надо просто и все. И вот первый в российской, а возможно и в мировой истории, матч по пляжному хоккею. Что фиксирует даже представители книги рекордов. Но если честно, пляжный хоккей совсем не похож на хоккей настоящий. Первую шайбу в пляжном хоккее я пока еще не забил, но два раза пытался отдать передачу. Ребята скажут, что это очень тяжело кататься. Ноги болят у всех, потому что непривычно. Но нам нравится. На льду ветераны-любители. Но энтузиасты пляжного хоккея утверждают, что это только пока. Меньше чем через месяц, 15 июня здесь же на сочинском стадионе Фишт пройдет матч чемпионата мира по футболу. Сыграют сборные Испании и Португалии. Совсем не хоккейных стран. Мечта организаторов поставить на коньки португальца Роналдо или испанского ветерана Серхио Рамоса. Ну или хотя бы кого-нибудь из футбольных болельщиков. А пока первая в истории шайба, заброшенная в пляжном хоккее под ярким сочинским солнцем. Где вы еще увидите хоккеистов, играющих в солнечных очках? Шайбу забил и загорел. Два в одном. В результате были и булиты, и удаления, и победа светлых над темными, и общий на всех первый кубок страны по пляжному хоккею. А потом площадку оккупировали мальчишки из настоящей хоккейной команды «Сочинские дельфины». Площадка хорошая, удобно очень. Летом даже можно, когда нет тренировок, можно пойти покататься. А не жарко? Ну, когда ты в форме хоккейной, тебе, естественно, жарко. А когда так, просто, спатьеважно, тебе не очень так жарко. Прохладно? Да. Действительно прохладно. Во всяком случае, массовый купальный сезон в Сочи пока не открыт. Хотя после такого хоккея хотелось бы. Антон Верницкий, Павел Волконский, Алия Ребжанов, Николай Волков. Первый канал. Сочи. Алия Ребжанов, Николай Волков.